Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник. Очень многодетная мама и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно вчерашний киношедевр Лёльки Поберухи. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать комментарии. Ну что, мои хорошие, мы с вами продолжаем обсуждать вчерашний ролик Поберухи. Первая часть моего обзора уже вышла вчера, ну а сейчас часть вторая. Лёлька вышла с коляской, с Варей в кои-то веки демонстративно погулять во дворе. Мол, смотрите, неправду говорят хейтеры, я всё-таки уделяю внимание своей дочке. Конечно, конечно. В общем, друзья мои, тут же Лёлька идёт с коляской, тут же за ней бежит собачка, ну и демонстрирует нам двор. Грязь во дворе. Лёля рассказывает о том, что коров пока решили не выпускать. А я смотрю, друзья мои, Лёлька присоседилась, устала, видимо, ходить, ножками, да, забыла, что движение – это жизнь, и решила присоседиться, присесть, как говорится, да, уже ноги не держат, на детской площадке. Там сидит Лёлька с коляской, собачка сидит возле Лёлькиных ног, и куры бегают по участку. Слушайте, я вот слушаю всё и слушаю про прекрасного Гришаню, у которого золотые руки, про Шурика, который точно так же так много сделал на этом хозяйстве, у него тоже золотые руки. Вы знаете, в моём понимании, в хорошем хозяйстве никогда куры по участку бегать вот так вот не будут, да, но сделайте им как-то побольше помещения, побольше курятник, чтобы им было где развернуться. Зачем куры на детской площадке? Объясните мне, пожалуйста. Зачем вот это вот всё, чтобы было усеяно куриным помётом? Опять же, для чего? Неужели они не могут сделать что-то цивильно и нормально? Короче, Лёлька сидит, друзья мои, главная курица в окружении своих кур, Ну, а далее, далее говорит, да-да, вы знаете, вот многие пишут по поводу того, что я рожаю и жизни не вижу. Лёль, да хорош тебе трындеть. Жизни не видят твои дети, которые вынуждены, которым ты рожаешь, да-да. Если родители нормально, адекватно и рожают для себя, то ты рожаешь своим детям, братишек и сестричек, да, братиков и сестрёнок. Хочешь, не хочешь, повесят на десятилетнего ребёнка своего очередного малыша, только ею рожденного, и, как говорится, иди занимайся. Лёля, у тебя жизнь есть, у тебя всё есть, да, а у твоих детей даже элементарного детства не было. Поэтому не надо рассказывать сказки о том, как ты скопытилась на ниве домашнего хозяйства и со своими детьми. Она говорит, вы знаете, ну, говорит, да, конечно, у меня есть проблемы, естественно, у меня нет возможности там поехать куда-то путешествовать, потому что, говорит, дома меня держат же не только дети, но ещё и коровы, хозяйство. Я же, говорит, не могу оставить своё хозяйство, своих коров на работников, потому что, говорит, многие работники, ну, говорит, безответственные. И начала вспоминать, рассказывает о том, что вот за несколько лет, что как раз-таки у неё работали работники, было, мол, всего несколько человек, которые были очень ответственны и относились к Лёлькиному хозяйству, как к своему и обо всём заботились и переживали. Да, Лёля? И тех ты обосрала, и тех ты спровадила, как говорится, подальше. Но кто-то сам от себя сбежал. Ну, а вообще, друзья мои, мне знаете, что интересно? Мне так понравилось, как она сказала, ну, вот в плане, да, что вот уехать куда-то отдохнуть, мол, ведь не оставишь на бы кого. Надо же. Напомните, когда она уезжала, да, отдыхала, друзья мои, несколько раз, бросала всё на свете. А мне, знаете, что интересно? То есть она говорит, коров на бы кого не оставишь. Лёля, это кто говорит? Это говорит та женщина-девушка, которая бросает своих детей на боковом, на посторонних людей с улицы и уезжает. Ребята, ведь ни для кого не секрет, сколько раз она уезжала и с ночёвками и так далее, и бросала своих детей на абсолютно посторонних женщин с улицы, я бы сказала, которые у неё работали без году недели на женщин, на мужчин. Она даже не переживала. Не дай бог что-то произойдёт, ведь она этих работниц даже знать не знает. Ну, ей плевать. В общем, коров она оставить на бы кого не может, но это только слова. Она оставит и поедет, и даже если что-то там где-то случится, ну, ничего, ничего, потом ей хомяки на новых коров насобирают. А детей, видите, может себе позволить оставить. В общем, вот такие у неё двойные стандарты. Далее, друзья мои, устав сидеть с Варюхой, да, устала, упахалась и говорит, ну что, сейчас пойду, отвезу Варю в летнюю кухню. Правильно, Лёлька? Вот, собственно, в этом ты вся мамаша. Нет бы пойти, пройтись, да, немножко протрясти, как говорится, да, опять же, движение – это жизнь, погулять с ребёнком, как это делают нормальные мамы два раза в день. Нормальные мамы, два раза в день, представляешь, Лёль? Ну нет, ребят, Лёлька устала сидеть с жопой на скамейке на детской площадке и пошла отвезти, сбросить, так скажем, этот груз с себя, со своих плеч, да, и Варю в летнюю кухню закинуть на несколько часов. Пусть, как говорится, там лежит, никому не мешает. Далее уселась, ума палата, друзья мои, на холодные ступеньки, ну так, на минуточку, сидит беременная, да, та самая, которая, ну так болела, ну так болела, ну так переживает за своего нерождённого ребёнка. Вы знаете, в моём понимании она делает абсолютно всё, чтобы избавиться от этого ребёнка. Это такое свинство, это такое кощунство, это ужас. Ладно, сидит Лёлька, собачка тут же к ней лезет, но лезет собачка к ней, знаете, за лаской, хочет, чтобы хозяюшка её там погладила, да, как-то вот внимание, заботу, ласку проявила. Ну это так слегка-слегка рукой, знаете, так небрежно касается собаки. Вот и вся любовь у неё к собакам, к кошкам, ко всему. Далее, друзья мои, Лёлька начала рассказывать очень интересные вещи. Так вот, она рассказывает, что надо заниматься коровником, и помимо бетономешалки надо ещё приобрести бензобур и станок по дереву. Лёля, а я, если честно, что-то не поняла. Я понимаю, что твои хомячихи глупые и ничего не понимают. Я понимаю, что ты своим бабкам навешаешь, как говорится, с три короба. Они твою лапшу даже скидывать не будут, да. Зачем тебе, объясни мне, пожалуйста, зачем тебе бензобур, да? Он тебе в хозяйстве практически не пригодится. Бензобур можно спокойно взять в аренду, да, и сделать всё необходимое этим бензобуром за один день. И стоить это будет тысяча рублей. Это я вам говорю то, что я знаю, не то что на сто, на двести процентов. Так вот, бензобур, Лёлька, озвучиваю тебе, слушай внимательно, и твоим хомякам, да, чтобы ты их потом не разводила на бабки. Так вот, бензобур можно взять в аренду и сделать все необходимые манипуляции этим бензобуром за один день. Стоить это будет тысяча рублей плюс бензин. Лёля, бензобур – это почти ненужная вещь в твоём хозяйстве. Ну, если вы с грешаней не собираетесь строить заборы на регулярной основе, вот о чём я подумала, друзья мои, да? Дырку сделать в земле, ну, проще говоря, да, бензобур зачем нужен? Так вот, ещё раз хочу сказать, работы на один день, не больше. Тысяча рублей плюс бензин. На этом всё. Ребят, у меня такая мыслишка возникла в голове, что не просто так они запасаются всем этим делом. Вы знаете, я не думаю, что там всё будет прислано на обзоры, на рекламу и так далее. Это же всё просто так сейчас не проведёшь. Это всё везде нужно, и маркировки, и всё на свете. А я вот думаю, а может быть, грешаня решил где-то делать какой-то бизнес? И, конечно, тогда вот эти вот всё, вот это вот оборудование, бетономешалка, бензобур, да, и многое другое, это тогда ему, конечно же, пригодится. Короче, я и говорю про этот бензобур. Он в хозяйстве вообще не нужен. Единственное, если на постоянной основе люди не собираются строить заборы регулярно. Ладно, дальше она говорит. Значит, нам помимо бетонной мешалки понадобится бензобур и станок по дереву. Лёль, вот ты знаешь, я понимаю, что дуракам ты навешаешь лапши. И тем, кто вообще просто в этой теме далеко ничего не понимает. Я понимаю, зачем тебе, объясни мне, станок по дереву? Ты там что, собралась строить пилораму? Не, мне просто интересно. Проще купить готовые доски, готовые доски, того самого размера, которые тебе нужны, нежели распускать брёвна на доске. Чё ты мелешь? Ты кому это чешешь? Какой смысл в этом станке, да? Была бы у тебя пилорама, понятно. Лёль, а как же раньше люди строили, да? По сути, одним топором. Купи себе, я не знаю, паркетку. Я так думаю, она у тебя вообще есть, да? И распускай, что хочешь. Станок тебе, паперуха, не нужен. Но единственное нет, один всё-таки нужен, губозакаточный, понимаешь? Закатать губу, да? Хотя, друзья мои, вы знаете, вот о чём я подумала, да? О чё бы, собственно, поберухи и не помечтать? О чё бы на халяву всё это дело не приобрести? Представляете, какая молодец, да? Зачем покупать там какие-то доски? Зачем их распускать, да? Обрезать любую доску можно чем угодно. Ножовкой, паркеткой, да? Или лобзиком. Все всё прекрасно понимают. Кому ты это всё рассказываешь, поберуха? Алё, гараж? Может, хватит уже людей разводить тупо на бабки? Ну, дураков-то нет. Но есть же те, кто понимают и побольше твоего тупоголового супового набора грехи. Так вот, друзья мои, станок по дереву ей уже нужен. Она говорит, если мы обзаведёмся таким оборудованием, да? То, говорит, нам всё будет нипочём. Ну, конечно. А с другой стороны, друзья мои, а чё б не обзавестись оборудованием на халяву? Она же вот эту вот бетономешалку на халяву, да? Причём не самую дешёвую, нет. Причём не бэушную, да? Причём не в аренду взяла, нет. Она её, пожалуйста, новенькую, хорошенькую, да? У нас, говорит, и забор падает в некоторых местах. О, как интересно. А нам рассказывали, Шурик так упахался, так уработался. Гриха на все руки мастер. А у неё, ребят, как падал забор, так и падает. Паперуха, у тебя, обрати внимание, со всеми мужиками, что Женю Бет и Хайло тоже при нём без конца забор падал. Про Шурика ты рассказывал, что он такой на все руки мастер. А Гриха тут вообще. Хоть в книгу рекордов Гиннесса, хоть в красную книгу, друзья мои, заноси этот экспонат. А у Лёльки как падало всё, как летело всё в тар-тарары, да? В эту бездонную бочку, сколько ни кидай, ей всё будет мало. Представляете? Она говорит, ну что, вот это вот всё оборудование нам, конечно, надо для того, чтобы ещё и продолжать стройку в пристройке. А коровник, говорит, нам жизненно необходим, потому что это наш бизнес-население. Лёль, бизнес – это тогда, когда это приносят тебе деньги. И тогда, когда ты не сидишь и не клянчишь, а всё, всё, абсолютно всё, покупаешь, приобретаешь, мечтаешь, хотелки свои, всё это делаешь за свой счёт и живёшь по своим средствам. Вот тогда ты можешь гордо сказать, что это мой бизнес. Мы прекрасно понимаем, что ты с этого имеешь деньги, но при всём при этом ты не успеешь смотаться в Москву, заработать деньжат, приезжаешь и тут же усаживаешься с протянутой рукой. Короче, ещё раз хочу для тех, кто вообще ничего не понимает, для хомяков поберухи сказать, и для самой поберухи. Поберуха – хорош разводить своих тупней. Тебе это ничего абсолютно не нужно, ни бетономешалка, а уж тем более, тем более, друзья мои, этот бензобор ей 100% не нужен. Опять же, если только Гришанин не собрался строить заборчики на постоянной основе. А вот здесь, кстати, можно очень даже вполне себе задуматься. Может быть, у него есть такая намётка – делать на этом бизнес. Бац, а вот и уже оборудование на халявку Лёлька подгонит, собрав с бабок пенсионерок деньги. А чё? Я скажу так. Зашибись устроились пара халявщиков. Лёлька, вы действительно два сапога пара. Вы очень подходите друг к другу. Что ты халявщица, ноль без палочки, что этот халявщик Гришане точно такой же. Ребята, вот такой у меня обзор. Продолжение следует.